Приветствую вас, Александр. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Я думаю, что сама его постановка, сама постановка вопроса не совсем корректна, потому что построить отношения заново с человеком не получится, ибо никуда не деть тот опыт, никуда не деть то развитие личностное, которое произошло, иду, которое происходит постоянно, да, поэтому достаточно наивно думать, что вы сможете построить с человеком, значит, отношения заново. Вот. Это первое. Вот. Дальше. Вы пишите о том, что ваша претензия была в недостаточно внимания. Вот. Вот. И что сейчас вы хотите отношения восстановить, но разве что-то изменилось? Вот. Вы хотите вернуть отношения, но по-прежнему... Нуждаетесь во внимании, я так полагаю, потому что говорите, что он очень редко при... очень редко приезжал. Вот. То есть вы понимаете, что если вы хотите продолжать отношения, то лучше вам сперва заняться личностным ростом. Вот. определите, почему вы нуждаетесь во внимании. Вот. И тогда уже вам будет гораздо легче и проще выстраивать отношения с человеком. Потому что если вы оставите все как есть и ничего не сделаете для того, чтобы измениться вам, то в следующий раз ситуация может быть еще более драматична. Это первый момент, да. Вот. Почему вы нуждаете внимание? Почему вам не хватает внимания? Второй момент. Вы, значит, говорите, что поссорились, что расстались, да, вот. В обиде пищевые бросила парни. То есть обида возникла из-за чего-то. Обида возникает по причине личного конфликта противоречия проблемы человека. Эту проблему нужно решить. Вот. То, что вы сейчас обращаете свое внимание на возможности потери мужчины, это не решает вашу проблему. Имейте это, пожалуйста, в виду. Потому что в основе обиды лежит определенный поведенческий паттерн, определенная поведенческая схема. Вот. Который вам нужно корректировать и более полно удовлетворять свое желание. Не связывая его удовлетворение, да, с человеком. Вот. Дальше. Здесь у вас, конечно, присутствует такой элемент манипуляции. То есть, типа, что я в обиде погорячилась, в рот слава он отпустил. То есть, вы хотели, чтобы он вас не отпустил. Вы хотели, чтобы он вас не отпускал. Здесь я лично вижу такую попытку перебросить, как бы, ответственность на человека. Вот. Не очень это позитивно и конструктивно для вас. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Это тоже требуется корректировать. Вот. И очень важно понимать, как вы воспринимаете молодого человека раз. Что между вами общего два. Почему вы выбрали отношения на расстоянии три. И откуда вы знаете, что нас любят четыре. То есть, это вот моменты, которые обязательно нужно максимально полно разобрать. В силу того, что иначе снова ваши отношения могут завершиться и, я повторюсь, еще более печальнее, чем в этот раз. Вот. Что вам нужно делать? Заниматься собой. Даже если не хочется. Понятно, что не хочется. Но нужно. Вот. Доказать молодому человеку, что вы живете дальше. Делиться чем-то с ним. Особенно чем-то делиться своим. Раз он оставил, так сказать, шлюз для общения. Вот. И просто вести самостоятельно более полную жизнь. Это единственное, что вы можете для того, чтобы молодой человек увидел, что вы изменились, что вы стали другой. И если у него остались к вам чувства, он вернется. Вопрос только в том, захотите ли вы его видеть тогда. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.